Всем привет! Вновь мы встречаемся с крабом, который живет в аквариуме 100 литровым и частенько просто любуется то ли собой, то ли мной, то ли просто он медицирует, в таком положении замирает, и он так может сидеть, ну, условно говоря, час, а может и день отсидеть. Поэтому те люди, которые задают мне вопрос, что у них краб, обычно вопрос звучит так, наш краб сидит неделю там под водой или сидит неделю в углу, никуда не движется, ничего не ест. Вот, честное слово, для них это нормальное поведение в аквариуме. Ну, в жизни все, конечно, не так, но в аквариуме это нормального поведения. Он выжидает тот момент, когда наконец-то эти человеки слиняют с квартиры, и он сможет спокойно себе там резвиться. Но когда он уже, значит, поимеет к вам удовольствие, доверие, вот как, например, мой краб, все-таки он четвертый год живет уже в аквариуме, и за четыре года у него выработался определенный уже ритм жизни, сами понимаете, и привычка, и он может себе запросто позволить, вот, не сильно меня бояться копать там норы, даже днем, даже вот никого не пугаясь. Иногда я даже удивляюсь, я подхожу, он на меня не реагирует, поэтому это абсолютно нормальное поведение краба, если он зашугался, где-то там сидит, не переживайте. Ну, должен заметить, вот этот мой личный краб, который сейчас живет, он, конечно, после того, как я поменял аквариум с 50 литров на 100 литров, изменилось что? Изменилось то, что в большом аквариуме другая акустика, то есть аквариум звучит по-другому, он не просто там маленькая кастрюля, он большая кастрюля, и вот когда этому крабу ночью захочется потаскать камушки, он делает все вот так, как сейчас делает, вот, то есть сейчас работает телевизор, просто, ну, звук выключен, да, сейчас там какие-то шумы в квартире, в общем, по большому счету я не замечаю этого шума, который сейчас производит вот эта скотинка. Когда наступает ночь, и он тоже самое делает ночью, поверьте, тот, кто спит чутко, он будет просыпаться, поэтому, ну, как бы, если у вас есть отдельная комната, вообще идеально, если нет отдельной комнаты, и вы живете с крабом в одной комнате, то надо быть готовым к тому, что ночные просыпания могут быть. Как-то были видео, когда краб убегал, когда поменял я аквариум, я вот эти вот отверстия сверху в крышке на этом аквариуме с тультромом пока еще не заделал, и знаете, какой он все-таки умный и хитрый этот краб, значит, прошлый раз, ну, кому интересно, там видео есть на канале, плейлист называется крабовой истории или радужный краб, ну, на сайте Сирокеслова есть опция такая крабовой истории, там можно все про краба этого почитать, значит, он когда видит, что над ним есть крышка и в ней два отверстия незакрытых, он отлично понимает и каким-то своим, там, я не знаю, шестым чувством понимает, что он может вылезти. Он это отлично понимает, поэтому и лезет. Как только вот после тех случаев, когда он убежал пару раз, я затянул эти отверстия стяжками, он просто перестал туда даже лезть. Он смотрит наверх, видит эти отверстия, понимает, что не может вылезти и даже не пытается. И вот в этом аквариуме 100 литровом уже два раза ночью было, когда я просыпаюсь от того, ну, шум стоит такой, вы представляете, он должен, сейчас он копается, просто шевелит камушки эти, стучат по стеклу, это ладно, но там на дальнем фоне есть трубочки, вот по этим трубочкам он клешнями забирается наверх. Шум стоит неимоверный, поэтому я, когда в прошлый раз его ночью, значит, отцеплял от крышки, я даже не стал снимать, потому что, ну, представьте, в 4 часа ночи ты просыпаешься для того, чтобы краба с крышки отцепить и засунуть в аквариум опять. Поэтому, если такие случаи еще будут, я, наверное, сниму, но просто как-то я тормознул, не снял. Ему очень нравится вот эта амфора, да, он туда прячется постоянно. И, конечно, вот, собственно, сюрприз для всех, кто наблюдает за крабами, это вот так, как он себя чистит. Мы все знаем, как коты любят себя чистить, намывать там. И вот, видите, у крабов тоже есть такое же, что называется, времяпровождение. Смотреть на это, конечно, так 18+, что называется, потому что такое впечатление, что он хочет себе глаз выдрать. Но, однако, это не глаз выдрать. Делает он это не так часто, я вижу это очень даже редко. Но этот раз вот как раз совпало, что я рядом стоял, взял камеру и снял. Видите, он клешнями пытается, значит, то, что там нарастает в воде, как корабль обрастает ракушками, так и краб обрастает всякими там налетом каким-то под водой. Вот он клешнями таким образом счищает этот налет, естественно, его съедает. Ну, в общем, интересное зрелище, на самом деле. То есть, создаётся впечатление, что ему как бы даже не уютно и больно, может быть, даже. Но мне кажется, что он сам себе вредить не станет, он просто себя чистит. И вот это всё, что он там отскрёбывает, съедает. И вот даже эти раковины, видите, куда глаз укладывается, он туда тоже как-то пытается забраться клешнёй, чтобы там прочистить это ложе для глаза. То есть, это сейчас у него, это, ну, так как это девушка-краб, то получается, это она сейчас, ну, не маникюр, не педикюр, а что это она, ресницы, там, уход за глазами у неё, вот. Хорошо ещё маски не накладывает вечером. Ну, вот такими вот движениями происходит, что называется, очистка зрительного аппарата. И видите, всё, что там собирается на этих ногах, сразу всё в рот, всё в рот, как маленький ребёнок, всё в рот тащит. И вот такими широкими движениями клешней по своему панцирю тоже собирается тот налёт, который там существует. Ну, после таких вот процедур, которые я не раз наблюдал, но не так часто, у меня возникла идея, пару раз было такое, что я ему спинку чесал. Ну, как я говорю, почешу крабу спинку. Вы знаете, вот, на мой взгляд, тут, конечно, можно по-разному рассуждать, можно думать, что он просто в шоке, но мне почему-то кажется, что он не в шоке, краб этот. Он реально получает удовольствие. Ну, во-первых, я по себе знаю, кому не нравится, когда спину чешут, или сам себе, или там кто-то здесь спину чешет. Правильно? Удовольствие. Ну, вот, кто ему мешает убежать? Никто. Кто ему мешает, там, скрыться куда-то, спрятаться, или клешнёй меня стукнуть, там, по этой? Нет, терпеливо, выносливо, и с удовольствием он получает свою порцию массажа, так скажем. Ну, и тут я его подразнить решил идти. Ну, он так это обороняется, что называется. Ну, тоже, может, испытывает какие-то удовольствия. Вот, я бы там шевелю, не знаю уж, какие ощущения там передаются ему. Ну, глаза от страха обычно не закрывают. Если страшно, говорят, у страха глаза велики. Почему? Потому что, когда страшно, глаза выпячиваются, наоборот, выпячиваются глаза. И они большие становятся. И, по-моему, это у всех, что у животных, что у крабов, что... Да у любого существа живого, если его напугаете, или ему страшно, у него глаза большие становятся. И если краб глаза прячет, он закрывает, как бы, то это говорит о том, что он балдеет, на мой взгляд. Ну, да ладно, версий может быть много, на этом прощаюсь. Вот. И сейчас будет там еще немножко видео, как он банан доставал. Ну, тут какая-то история интересная. Он мог бы запросто развернуться к банану и взять его. Он почему-то задом его пытался. Но, в общем, он, наверное, тоже иногда развлекается своими методами. Всем удачи, всем пока. До новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok